всем добрый день сейчас все чаще меня спрашивают когда пора вносить растения в квартиры с наших улиц да вот может стоят во дворе может стоят вот как у меня за окном на таком парапетике может просто открытый балкон террасы и в таком духе вот когда вносить на что ориентироваться ориентируемся на ночные температуры и вносим постепенно смотрим если температура стабильно снижается уже знаете ночи больше недели где-то в таких пределах ниже десяти градусов до пора вносить наше растение в дом это вот смотрите если это суккуленты то вот они совершенно спокойно могут выдержать буквально чуть ли не до нуля вот кактусы суккуленты замораживать их конечно не нужно а вот так вот постоять и еще быть до более таких низких температур они спокойно может бегоне кислички хлорофитумы их нужно ну та же бромелия да вот или там ихмея как в данном случае их нужно внести уже вот когда 10 градусов это вносим в дом они не любят такого знать глобального понижения температур можем подержать немножко дольше нашу шлюмбергер у но опять-таки тут очень сильно зависит если у вас уже бутоны не только вот как здесь знаете вот они в зачатке своем там они уже значительно подросли я советую все-таки до пяти миллиметров вот если бутончик то уже вносим в дом потому что потом вот эта разница температур низкая температура а в комнате если еще и включили отопление то растение ну может как бы и сбросить бутоны и вот эта большая разница знаете когда вот там было пять градусов а у вас в квартире уже 25 ну это не хорошо старайтесь чтобы растение не переживала такого шока вот чем меньше вот эта разница в температурах когда вы вносите в квартиру тем растения комфортнее себя чувствует перед тем как занести обязательно просмотрите ваше растение каждой листики особенно с внутренней стороны на предмет вредители потому что они витают на улице и все белопокрылки тлее щитовки все очень может быть уже у вас на растениях поэтому тщательно осматриваем если что-то такое подозрительное находим обрабатываем еще там на улице а потом когда внесли через неделю или через 10 дней такую обработку повторяем в доме если нашелся клещ он как правило сначала его не видно когда вы вносите растения в квартиры то в тепле в сухости он начинает проявляться поэтому покупаем и корицидные препараты системного действия и обязательно обрабатываем потому что ну вот он может просто ваше растение поглотить он конечно такой сильный вредитель к с которым приходится так знаете системно бороться по графику болезни болезни могут проявиться в случае если вы переливали ваши растения при том что уже ночи холодная понятно что переохлаждается земляной ком вот вместе с корнями корни подогнивают и потом это все проявляется на листьях то есть различные гнили может быть мучнистая роса ложная мучнистая роса покупаем какой-то системный препарат подливаем под корень я вот в принципе люблю не прыскать вот по листьям а именно подливать под корнем под корень впитывается яд в сосудистую систему разносится по сосудам по всему растению и становится ну ядовитым как для тех же вредителей так и для источника болезни ну вот так в принципе по моему я ответила вам когда вносите растения ну и будьте бдительны потому что уже на подоконнике довольно будет темно может досветка ну мудрости вам до скорых встреч с вами была бы неля мурашкина